Тема урока «Общество – это мы». Давайте вспомним, что объединяет нас в семью, что общего у вас с одноклассниками и учениками вашей школы, что одинаково близко и дорого вам и вашим землякам, какие старинные календарные и семейные праздники народов вашего края вы знаете. Великая сила заключена в коротеньком слове «мы». Она не случайна. Люди нуждаются друг в друге, ведь несколько человек вместе способны сделать то, что одному трудно или вообще не под силу. Уже в древние времена люди объединялись в группы и распределяли обязанности между мужчинами и женщинами, взрослыми и детьми. И каждый в такой группе делал то, что ему было по силам, способностям и возрасту. Даже самый маленький и слабый вносил свою лепту на благо всех. Как известно в сказке о репке, где маленькая мышка помогла вытащить большую-пребольшую репку. Семья – первое общество, в котором оказывается человек в момент своего рождения. Чувствуя свое единство с родными людьми, человек успешнее решает свои личные задачи и увереннее постигает нормы общества. В то же время каждый из нас входит в другие общественные группы. В них люди объединяются не по родству, а по сходству личных целей и интересов. Есть группы небольшие, но достаточно устойчивые. Таков, например, коллектив вашего класса. Вы все сверстники, хорошо знаете друг друга, на долгие годы связаны общей учебной целью в школе. А бывает, что большая группа состоит из людей разного возраста и профессий, лично даже и незнакомых друг с другом. Так, слушателей и исполнителей в огромном концертном зале объединяет вместе на 2-3 часа любовь к музыке. Концерт закончится, музыканты и их благодарные слушатели покинут зал. Однако их вновь и вновь соберет вместе, возможно, в другом составе, в других залах, все та же общая цель – творить и слушать прекрасную музыку и снова переживать великое чувство единения друг с другом благодаря любви к искусству. Верующих людей объединяет общая религия. Христианин, мусульманин, иудей или буддист всегда чувствуют связь со своей религиозной группой. Но еще сильнее это чувство у верующего человека во время участия в общих религиозных обрядах. Не случайно самое главное богослужение христиан называется словом «литургия». В переводе с греческого языка оно означает «общее дело», и в это «общее дело» каждый вносит свой вклад посредством молитвы. Чувство единства связывает между собой земляков, людей, родившихся или долго живущих в одном селе, городе, крае. Часто переселившись в иное место, они образуют землячество. Сообщество людей, объединенных любовью к своей малой родине. Родной язык, сходство в образе жизни и традициях объединяют людей в единый народ. Как видите, человек одновременно входит в разные сообщества. Некоторые из них он выбирает сам свободно, в зависимости от личных целей, интересов, увлечений. Может в течение жизни переходить из одной общественной группы в другую. С другими неразрывно связан местом рождения, родственными узами, вероисповеданием или принадлежностью к одному народу. Все эти многообразные связи с разными сообществами отличают людей друг от друга, проявляют своеобразие каждого, раскрывают особую красоту внутреннего мира человека. Однако есть то общее, что объединяет отдельного свободного человека со всеми другими людьми в своей стране. Вне зависимости от принадлежности к тому или иному народу, от места рождения и жительства, от вероисповедания и профессии, каждый человек – гражданин своего Отечества. По достижении 14 лет гражданин России получает важный документ, свидетельствующий о его гражданстве – паспорт гражданина Российской Федерации. Все вместе мы образуем единое гражданское общество, способное защитить свои права и интересы. Общая цель у нас одна – сильный я, крепкая семья, дружные мы, граждане страны. Проверим себя. Почему люди объединяются в особые группы, сообщества? Люди нуждаются друг в друге, ведь вместе они способны сделать то, что одному трудно или вообще не под силу. Что нужно для объединения людей в сообщество? Люди могут объединяться как по родству, так и по сходству личных целей и интересов. В каких сообществах люди связаны общим родством, местом рождения или жительства? Это сообщества земляков. Какие сообщества человек выбирает для себя самостоятельно? Самостоятельно человек может выбрать сообщество по своим интересам. Как называется документ, который каждый человек получает по достижении 14 лет? Это паспорт гражданина Российской Федерации. Сделаем вывод. Издавна люди поняли, что вместе они становятся сильнее и стали объединяться. С детства и в течение всей жизни каждый из нас входит в самые разные сообщества. Это дает чувство защищенности, проявляет качество характера, совершенствует способности. Жизнь в обществе помогает каждому приобрести необходимые трудовые навыки, освоить достижения науки и искусства, обогатить внутренний мир и, в свою очередь, внести посильный вклад в общее дело. Так, сообща все мы, граждане России, становимся сильнее. Сильнее и краше становится наше Отечество. Сильнее и краше становится наше Отечество. Сильнее и краше становится наше Отечество.